Сегодня о безопасности без теории. Вот прямо что вам нужно сделать это я прошу прощения за предыдущий урок. Но все-таки в качестве вступления скажу, что отнеситесь очень серьезно к сохранению ключей шифрования. Почему? Я говорил в конце предыдущего урока. Значит, кроме плашки, которая периодически будет появляться, сделать резервную копию ключей шифрования можно здесь. Выбираем парольную фразу. В KeePass XC можно генерировать пароль, можно генерировать фразы. Дальше ключ безопасности. Это на случай потери парольной фразы. Ну то есть фразу записали-запомнили, ключ сохранили где-то в зашифрованном виде. Так, вот. Тут все стало зелененьким. Все красиво и элемент спокоен. Поскольку если вы выйдете из аккаунта, то при заходе у вас потребуют не только логин-пароль. Кстати, выход из аккаунта чреват не только потерей данных в аккаунте, если вы не создали резервную копию ключей, но и потерей сообщений, пока вы оффлайн. Особенности алгоритма с парой ключей. Давайте я напишу сейчас из второго аккаунта себе сообщение. Итак, заходим. И тут у нас просят заверить сессию. В противном случае придется сбросить все. Вы потеряете переписку и все заверенные соединения. Но у нас есть фраза, а если вдруг вы ее забыли, у нас есть секретный ключ, который сохранен в секретном месте. Заходим в аккаунт и видим, что все вроде бы нормально. Но есть один нюанс. Сообщение, которое вам отправили, когда вы были оффлайн, не расшифровано. К сожалению, все подобные сообщения будут потеряны, и побороть это можно двумя способами. Первое. Попросить собеседника продублировать последнее сообщение. Второе. Войти в аккаунт с двух устройств как минимум. Если второе устройство онлайн, сообщение не потеряется. Кстати, если вдруг вы решили, что потеряли парольную фразу или ключ, сбросили сессию, на ускоренной перемотке буду делать, это вы уже видели, а потом вдруг нашли ключ или вспомнили фразу, то всю потерянную переписку можно восстановить. При этом, если вы использовали новый ключ с новой перепиской, вы потеряете доступ к новой переписке. Ну то есть, понятно, да, переписка шифруется с помощью ключей, нашлись ключи, расшифровалась переписка. Какие ключи нашлись, такая переписка и расшифровалась. Так, теперь разберем еще один пункт безопасности, на мой взгляд, не самый критичный, но добавляет спокойствие. Заверенная переписка, ну или подтвержденный контакт. Выбираете человека, говорите подтвердить. Человеку приходит такое сообщение, что вы хотите подтвердить. Он говорит принять и подтвердить с помощью смайликов. Вот ваш набор смайликов. Человек смотрит свой набор смайликов. Вы используете какой-то другой канал связи, чтобы их сверить. И если совпадают, нажимаете, что все, отлично. И после этого сеанс с этим человеком является заверенным. Появляется такой зеленый щит и вам становится спокойно. А то, что спустя неделю на том конце провода может оказаться товарищ майор, а ваш друг будет сидеть рядом со сломанными пальцами, тут уж извините. Элемент такому развитию событий воспрепятствовать не может. Это я к тому, что зеленый щит не панацет. Ну и в целом про безопасность все. Не вдаваясь в подробности, если вы сохраните парольную фразу и ключ безопасности, то все у вас будет хорошо. А о технической стороне вопроса позаботились разработчики Матрикс. Единственное, с потерей переписки, если вы оффлайн. Давайте посмотрим, что будет, если у вас больше одной сессии. Заодно посмотрим, как выглядит десктопное приложение. Которое, напомню, есть и под Linux, и под Windows, и под Mac. Значит, зашли, все хорошо. Тут, как во всяком приличном мессенджере, есть список всех активных сессий, с возможностью завершить какие-то удаленно. Вот это без поддержки шифрования, я не очень понимаю, она всегда есть, но что это значит? Возможно, это та сессия, где вы не сделали резервную копию ключей. В общем, ее можно завершить. Вроде ни на что это не влияет. Вот, теперь у нас есть две заверенные сессии, и если мы выйдем из одной, а в процессе нам кто-то что-то напишет, то сообщение потеряно не будет, так как в одну из заверенных сессий оно все-таки дошло. Сообщение есть? Сообщение есть. На этом с безопасностью все. Поверхностно, без теории, поскольку если касаться теории, то это минут на 40. На моих скоростях. А так часов 8-10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова